Да, кстати, я прошу прощения, что я забыл про Украину. Это действительно очень важный момент. Во Львове есть улица имени Джохара Дудаева. В самом Киеве есть тоже, по-моему, улица. И да, Иса Мунаев. Да помилуйтесь, я Всевышний Аллах. Почему Ченье не хотят построить памятник Дудаева Джохар? Центр Грозного, российские бомжи, герой делает, они памятку строятся. Так, по поводу памятников, кстати говоря. В Турции, в Стамбуле, точнее, это какой-то пригород, видимо, Стамбула. Там открылся парк имени Джохара Дудаева. Это произошло на днях. Открытие было официальным. И это очень радостное событие. Так как увековечение имени Джохара Дудаева, символа свободы, символа нашего сопротивления, нашего первого президента, увековечение его в Турции, это очень серьезный такой посыл в адрес России и российских наместников в Чечне. В то время, как кадыровская власть пытается где-то в странах Европы, в основном в балканских странах Сербии, где-то в Боснии и Герцеговине, они пытаются что-то, какие-то там мероприятия от имени Ахмата Кадырова проводить, и озаглавливая это тем, что якобы вот в Европе увековечили имя президента, нашего спасителя, президента и так далее, Ахмата Кадырова, в это же самое время в Турции увековечивают память действительного, настоящего первого президента, независимой свободной Чечни, Джохара Дудаева. Это все происходит в контексте событий, как профилактическая беседа с матерым кадыровцем в Стамбуле, профилактическая беседа с еще одним представителем кадыровцев, который затем уедет домой и будет махать там пальцем, в контексте ареста шести киллеров, шпионов российских, большинство из которых имеют чеченское происхождение и связи с российским наместником в Чечне, люди, которые приехали туда явно для того, чтобы отомстить за профилактическую беседу, проведенную с матерым кадыровцем. И вот в контексте всех этих событий, потом туда приезжает Рамзан Кадыров после ареста этих шестерых, приезжает туда с каким-то блогером азербайджанского происхождения, Гусейном Гасановым, явно для того, чтобы провести какие-то встречи, как-то попытаться уладить вопрос с этим арестом. И вот следующий ход, точнее следующим ходом было официальное предъявление обвинения этим шестерым киллером, мы из этого поняли, что договориться не удалось. И вот следующий ход, парк имени Джохара Дудаева в Стамбуле, это уже такая окончательная точка в этом вопросе, которая показывает, как настроена турецкая власть, турецкое государство в отношении чеченского вопроса, в отношении России. И это очень радует, это очень крутое событие. Здесь оно больше символичное, понимаете, не столько важно, что там будет этот парк, что... Нет, это чисто такой символ. Парк имени Джохара Дудаева, это то же самое, что парк во имя чеченского сопротивления. Это как увековечивание чеченской борьбы за свою свободу. Это как сказать, что мы за то, чтобы Чечня была независимым государством. Мы не за то, чтобы она была частью России. Мы против этого. Это вот то же самое. Как будто бы на официальном уровне было сделано такое заявление. Поэтому это очень круто. Я очень рад, я поздравляю всех нас с этим событием. И выражаю свои соболезнования Кадырову и его ближайшему окружению. Я понимаю, насколько вам, наверное, больно это осознавать. До меня уже доходит информация, что после активизации действий наших соотечественников, проживающих в Турции, Хасана Харитова и других, что после этого вы спешно покидаете Турцию, что вы спешно продаете там свой бизнес, делаете объявления внутри своих каких-то кругов, что вы там продаете отелей, все, что нажито было непосильным трудом на турецком побережье Средиземного моря, все это приходится теперь спешно продавать. Это очень радует. Как у нас говорят, у чеченцев на базарах, миха льоли, пусть это все у вас реализуется, я вам желаю. Я думаю, что этого искренне. Ну и всех нас, конечно же, поздравляю с этим событием. Джохар Дудаев был горским евреем, и жена его тоже, и он никакого отношения не имеет к Чечне. Джохар Дудаев был чеченцем из общества, из чеченского общества Орствой, из Тейпа Цичой. Но даже если бы Джохар Дудаев был, как ты говоришь, горским евреем, он бы был нашим горским евреем, и он бы имел прямое отношение к Чечне, к чеченцам и ко всем народам, проживающим в Чечне, и он был бы нашим первым президентом. Неважно, какая была бы у него национальность. Он был чеченцем, но даже если бы он был горским евреем, он был бы нашим горским евреем, и мы бы его любили и уважали, и мы бы его увековечивали, и радовались бы тому, что его увековечивают в других странах и государствах. Это уже, кстати, не первая страна, Турция далеко не первая страна, которую увековечила Джохара. Как вы знаете, в Литве, в Латвии, в Эстонии, в той же Восне и Герцеговине увековечено имя Джохара Дудайва. В Польше, в Варшаве есть Ронда, круг, такая площадь имени Джохара. Так что Джохар – это легендарная личность, которого уважают во многих странах этого мира. А вот Ахмад Кадыров – это предатель, которого хотят выдать за героя, его последователей. Но получается это, я откровенно говоря, очень дешево. Не получится у вас. Вообще плохо, как говорится, плохо тот герой, геройство которого нужно как-то доказывать, а тем более нужно фальсифицировать. Такой герой очень плохо. Никто в Чечне не лоббировал открытие каких-то там мемориалов, увековечивания имени Джохара ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Турции. Никто это не лоббировал. Ни мы давили и просили это сделать. Это, разумеется, там везде есть какая-то наша община с ними. Это все делалось в каком-то контакте с ними. Но не мы являлись заказчиками этого. Эти государства сами были заказчиками, они сами были инициаторами того, чтобы увековечить имя нашего президента. Какие-то депутаты или государственные чиновники выступали с этой инициативой. А вам же, кадыровцам, приходится самим платить деньги, покупать кого-то, лоббировать, чтобы где-нибудь на Балканах какую-нибудь там улицу назвали в честь вашего предателя. Ну и то, что происходит в арабских странах, там и Ордании, то, что вы открыли эту улицу, и какой-то мемориал, то, что вы в других каких-то арабских странах можете его изображение куда-то на здании транслировать. Но это говорит о положении этих арабских стран, их лидерах. К сожалению, не с лучшей стороны это их рекомендует. Но опять-таки, все то, что делается там, делается не с их инициативой, делается с вашей инициативой. Вы вынуждены везде пропихивать вот эту вот идею его героизации. В Тумсо, в Киеве тоже есть улица Джохара Дудаева, Амина Акуева, и в Днепре улица Исамунаева, где независимость Украины на Майдане и независимость разворачивали большой флаг. И, кстати, я прошу прощения, что я забыл про Украину. Это действительно очень важный момент. Во Львове есть улица имени Джохара Дудаева, в самом Киеве есть, тоже, по-моему, улица. И, да, Исам Мунаев, да помилуйте всех Всевышний Аллах, погибший как раз в Украине, в войне против России. Дебальцева, по-моему, он погиб. Есть также и улица его имени. Субтитры создавал DimaTorzok